Дождь сейчас прошел такой сильный. Все после дождика отдыхают, спят и никто делать ничего не хочет. Форосик отдыхает. Рома, тебе дать кофту? Нет. У меня здесь особо важные мероприятия сейчас происходят. Вот это, сюда, вот отсюда. Вон оттуда мы его, да, Рома, притащили? Да, прилетел. У нас на дороге там огромный куст калины. И вот каким образом он сюда придел, непонятно. А у меня супруга, она ботаник, флорист. Калина. И мы решили его из леса, ну не из леса, а задняя часть нашего участка, решили пересадить его сюда поближе, потому что он вырастет и будет красивый-красивый, как я. Так он пахнет как, да? И пахнет. Вообще он прям пахнет. То есть он пахнет у нас сзади на участке, а так мы его переселили на 7 метров поближе. Ну вообще вот на участке не рекомендуется его сажать почему-то. Не, будет красивый. И мы... Как он оттуда прилетел сюда, да? Вот природа-матушка. Ну вот он, кстати, стал цвести, поэтому мы и заметили, а так бы, может, и не увидели. Он стоит там, вывел в этом болоте один, и мы решили его приютить. Ну хорошенький такой, да? Ну вырастет что-то. Когда я буду старый-старый, совсем такой, дряхлый такой. А он будет большой-большой, красивый и пахнет. И чай будем заваривать, да? И чай будем заваривать. С калиной. С калиной. Ну это... Ну это же песня «Ой, цветет калина». Ой, цветет, да. В поле? В поле у ручья. Да, в поле есть, а ручья нету. Ручья могу попозже сделать чуть-чуть. Да. Ром, кстати, я принесла ножницы вот эти вот садовые, но я не знаю, как это. Ну я тоже не знаю. Их. Зачем ты их принесла? Так облагородить вот травку надо старую пощипать. И опять дождь пошел. Ой. Вот как вот. Мне кажется, я большую ямочку выкопал. Ну мы его сейчас размешаем, я сейчас принесу там. Может ты, боже, как уже сельский туалет получился. Никто не хочет нагадить в ямку. У нас, кстати, сегодня первый день дождя был, этот, летний дождь. Так он и сейчас идет дождь. Да. Попробуй, может тебе получится. Я боюсь таких инструментов. Чик и все. Что надо сделать? Запахло поведение. Ну. Это вот стопор стоит. Вот стопор убираешь. А, все. Ага. Доставай, что там у тебя есть? А, у тебя нету. У меня есть, да? Мальчик. Чик. Был мальчик. Был мальчик. Давай я сейчас сниму чик-чик-чик. У тебя видеосъемка идет? Да. А что, для истории? Нет, для видео, для большого. На память. Потом, кстати, мы снимем, как он был маленький. Когда мы снимем? Вот сейчас. Вот сейчас, да. А потом через 40 лет. Да, и как он будет большой. Это мне будет 37. Сколько мне через 40 лет-то будет? 37. Правильно? Вот, кстати, даже если сфоткаться, очень красивая фотография будет. Ну, сейчас очень неплохо смотрюсь я в этих розовых шортах. На фоне вот этого куста калины. Да? Ну, посмотрите, какая у нас природа. Это же сказка. Но это сказка не только у нас. Все, кто живет в деревне, у всех такая сказка. Тишина, свежий воздух. Комары. Слепни. Змеи. Мошки. Мошки. Совы в определенное время прилетают. У совы это красиво. Сокола. У нас сокола вот такие вот летают, как Ту-134. Такие размах крылья у него. Хорошо в деревне жить. Хорошо. Я раньше почему-то всегда хотел жить в городе, когда мне было 36. А сейчас, когда мне 37. А подожди, мне через 40 лет будет 37. Мне захотелось жить в деревне, да? В деревне хорошо, спокойно. Лопата есть. Калина есть. Мошки. Комары. Кто-то косит. Все косят здесь от работы. И ты сегодня покосил вон. И поработал, и покосил вон как все. И промок. И промок. И промок. Вон как все красиво. Ладно. Все, давай отрубай видеосъемку. Давай. Давай. Давай.